Я тоже нарядился сегодня в желтое, как наши ребята. А сегодня об этой красотке, напольной раковине чашище. Наш материал настолько пластичный, что мы можем придавать ему любую форму и за счет этого реализовать большое количество идей. Внутри чаши сделали вот этот яркий розовый цвет. Самое интересное в этой раковине это размещение логотипов бренда. Вот эти логотипы, они при разных углах освещения красиво играли. Такой очень классный визуальный эффект имеет. Друзья, привет! На связи Петробетон. Пока часть нашей команды отстаивает честь компании России Челябинской области на выставке The Big Five Construct в Египте. Я тоже нарядился сегодня в желтое, как наши ребята, для того, чтобы произвести очередной обзор из нашего производства. Прямое включение цеха Петробетон. А сегодня об этой красотке на полной раковине чашище, которая в достаточно необычном исполнении сегодня представлена. И сейчас об этом расскажу подробнее. Для тех, кто посмотрел хотя бы несколько видеороликов на нашем YouTube-канале, уже такая, наверное, родная информация должна быть о том, что мы всегда призываем придумывать что-то интересное и обращаться к нам за воплощением. И очень радует, что мы этот отклик все больше и больше встречаем, особенно от наших постоянных заказчиков, которые с каждым новым проектом возвращаются с еще более необычным решением. И бетон сейчас уже для многих таких наших партнеров – это материал, из которого, в принципе, делают какие бы то ни было изделия разной формы, разных размеров и разного цвета. В данном случае абсолютно очевидно, что заказчику не нужно иметь раковину именно в бетонном исполнении, потому что мы видим, что здесь нет никакого намека на то, что она сделана из бетона. Но, как мы всегда говорим, наш материал настолько пластичный, что мы можем придавать ему любую форму и за счет этого реализовать большое количество идей. Итак, более подробно об этой раковине и вообще о задумке, с которой к нам пришли и которую мы уже на данный момент полностью реализовали. Это раковина будет находиться в магазине одежды популярного бренда. И черный, и такой фукси цвет – это основные цвета компании, бренда. И поэтому наша задача была изготовить раковину именно в такой тональности. Для этого мы изготовили раковину изначально в максимально темном цвете бетона. Это цвет номер один в нашей палитре, такой графитовый, темно-серый. После чего произвели процесс колеровки. Всю внешнюю поверхность и вот эту верхнюю кромку мы, получается, заколеровали в черный цвет. Внутри чаши сделали вот этот яркий розовый цвет по заданию, по конкретному ралу, чтобы он сочетался с другими предметами интерьера, которые будут в санузле. И также из особенностей мы здесь, в этой раковине, еще и сделали специально донный клапан сразу же с литой бетонной плашкой, которую также заколеровали вот в этот ярко-розовый цвет. Это решение с донным клапаном и сразу же с литой бетонной плашкой мы сейчас уже полностью отработали. И оно доступно к заказу абсолютно в любой раковине с классической формой слива. То есть для щелевых, конечно, оно не подходит. Но именно если у вас такой универсальный слив, то сюда можно ставить эту плашку. Это очень удобное решение, потому что закрывает вот эту совместимость разных материалов внутри чаши. Это здорово, можете этим пользоваться. Ну и, наверное, самое интересное в этой раковине – это размещение логотипов бренда. Это две буквы Q и B по всей вертикальной поверхности этой раковины. И в данном случае мы рассматривали несколько вариантов с заказчиком от базового нанесения фрезеровки. Но в итоге выбрали вариант, что мы уже после покрытия именно черным колером и стандартным нашим матовым лаком нанесли эти логотипы лаком другого типа, глянцевым, для того, чтобы вот эти логотипы, они при разных углах освещения красиво играли. И это действительно такой очень классный визуальный эффект имеет. Это не совсем передает съемка, но именно глазами эффект просто потрясающий. Особенно если, когда уже правильно настроится освещение внутри санузла, это действительно первое, наверное, что будет бросаться в глаза у любого посетителя санузла этого магазина. Вот такой короткий видеообзор на эту раковину мы сделали. У нас сейчас так густо населено здесь, в этом помещении, поэтому мы даже не смогли ее никуда вынести на большие просторы. Поэтому за это уж простите и извините, но мы не хотим прерывать рабочий процесс, чтобы остальные изделия, которые находятся в этом помещении, как можно быстрее завершились и отправились к своим заказчикам. На примере этого изделия, о котором я рассказал сегодня, хочется в очередной рассказать, что мы готовы реализовать любую вашу задумку. Вы только обращайтесь к нам.